Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии общества мир? Полночь одна, 23 марта 2020 года посткарантинный мир Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии? Пандемия коронавируса Сазков 2 обрушила привычный образ жизни миллионов людей. За каких-то пару месяцев на наших глазах обесценилось то, что считалось важным в предыдущие десятилетия, общество потребления трансформировалось в общество безопасности. Люди, привыкшие к путешествиям, оказались заперты в границах своих стран, городов и даже квартир, отменились спортивные соревнования, концерты и другие столь любимые и привычные развлечения. Всем нам предстоят непростые времена, но те, кто переживет нынешний кризис, окажутся уже в совершенно другом мире. Лента.ру изучила мнение ведущих зарубежных мыслителей о том, как изменит нашу жизнь коронавирус и почему наш мир уже никогда не будет прежним. Как спастись от коронавируса? Регулярно моете руки. Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мыть ее рук с мылом убьет его. Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метр, особенно если у какого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Зачем это нужно? Кашля или чихая. Человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей. Которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью. Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны Сайт stopcoronavirus.rf Информация о коронавирусе на сайте Распотребнадзора здесь Ответы Распотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь Подробный раздел на сайте Минздрава здесь Телефон скорой помощи 03-103 для звонка с мобильного телефона Горячая линия Распотребнадзора 8 800 555 49 43 Горячая линия Раструда 8 800 707 88 41 Горячая линия Департамента здравоохранения Москвы Плюс 7 495 870 45 09 Источник – Всемирная организация здравоохранения Мы победим Скорее рано, чем позже Обнадежил американский президент Дональд Трамп своих граждан в Твиттер Правда, за пару дней до этого лидер США вживую выглядел не так уверенно В его голосе не было привычного энтузиазма О свою речь он начал с заявления о том, что все плохо Главный виновник плохого настроения коронавирус Сражение с таким соперником оказалось беспрецедентно тяжелым и выматывающим А урон от него катастрофическим для экономики и образа жизни миллионов Никто точно не знает, насколько поменяется жизнь после выхода человечества из карантина Но уже сейчас начинают появляться очертания новой картины мира Американская семья общается с родственниками по Skype После рабочего дня на удаленке фото Эксперты в области здравоохранения предсказывают рост телемедицины Как ни парадоксально, личные встречи с врачами стали опасны, а дистанционные постепенно входят в привычку То же самое с аптеками и доставкой лекарств на дом В онлайн-формат могут перейти и законодатели в демократических странах, считает директор Центра по изучению гражданских медиа при Массачусетском технологическом институте Итан Сукерман Сначала на время пандемии, а затем по прагматичным соображениям Политикам разумнее проводить больше времени в своем округе с избирателями, которых они представляют Это позволит им лучше понять местные проблемы При этом авторитет правительства, равно как и науки, в чрезвычайных обстоятельствах повысился По мнению Цукермана, ситуация неопределенности и неизвестной угрозы побуждает людей доверять только официальным данным Брифинги и рекомендации Министерства здравоохранения вдруг получили невиданную популярность Пандемия приближает переход к электронной демократии, включая безопасное, прозрачное и экономичное голосование с наших мобильных устройств Уже сейчас смешанная модель голосования по мобильному телефону с использованием бумажных бюллетеней для подведения итогов появилась в некоторых американских штатах Правда, спорные примеры по всему миру вроде провала электронного посчета голосов на кокусах Вайове или эксперимента на выборах в Мазгардуму 2019 года порождают сомнения в том, насколько новые механизмы будут прозрачнее и надежнее старых Есть и другой вариант переосмысления выборов раздвинуть сроки голосования, продлить его на целый месяц, что позволит избежать больших скоплений людей в очередях Профессор Ельского университета Пол Фридмен считает, что люди привыкнут больше проводить времени со своей семьей и, например, реже есть вне дома В течение последних нескольких лет американцы тратили больше денег на еду, приготовленную вне дома, чем на покупку и приготовление пищи Но теперь, когда рестораны в основном закрыты, а людям необходимо соблюдать самоизоляцию, многим придется заново учиться готовить А если эта практика станет нормой, а то и новой культурой, то многие, возможно, не захотят возвращаться в заведение общепита, возродив традиции званых обедов и ужинов для близких Официант в опустевшем пекинском ресторане фото, Кевин Фрея, Гетти Имиджес, станут еще популярнее сервисы доставки еды А обычные рестораны потеряют значительную часть прибыли В небольших городах люди привыкли проводить свободное время в торговых центрах, что во время эпидемии становится бессмысленно Теперь их место могут занять открытые общественные пространства в виде парков, где возможность близкого контакта и заражения заметно снижается Вызывает и скорую, он скоро заболеет По мнению израильского профессора Уваляну Яхарари, автор бестселлера Сэпиенс, краткая история человечества, которая была опубликована в Financial Times Именно решения по борьбе с пандемией определят судьбу всей планеты на ближайшее будущее Он называет этот кризис самым большим вызовом для всего поколения По его мнению, у человечества есть два главных выбора Первый состоит в выборе между тоталитарным контролем и свободами Второй между националистической изоляцией и солидарностью со всем миром Коронавирус, по мнению Харари, поставил целый ряд стран в положение подопытных крыс Пассажиры на железнодорожной станции в Пекине, путешествующие во время каникул в честь китайского Нового года фото К слову, в Москве МВД официально отчиталось, что с помощью камер наружного наблюдения выявили 200 нарушителей домашнего карантина Некоторых уже наказывали за эти нарушения Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху также издал чрезвычайный указ По которому для поиска зараженных коронавирусом будут использовать цифровую систему по отслеживанию террористов Правительства теперь хотят знать не только нашу историю поиска, но даже температуру и давление Этот всеобщий сбор данных, подчеркивает Харари, может завести слишком далеко При том, что обязательные биометрические браслеты позволят легко останавливать эпидемии Это несет в себе новые угрозы Государства или злоумышленники смогут определить, как вы реагируете на речи политиков, сериалы и рекламу Как правильно вызывать эмоции лично у вас, и как контролировать вас полностью И даже если эта эпидемия не приведет к подобным мерам, рано или поздно появится другая зараза, которая станет хорошим предлогом Фото Игорь Иванко, коммерсант Вирус раздора Другой вопрос, на который должно ответить человечество объединиться или быть каждому за себя По мнению Харари, сейчас глобализация дала сбой, в мире царит хаос, и каждое правительство действует самостоятельно В отсутствие всемирного плана действия эти действия подобны поведению ДТ в комнате, откуда ушли взрослые Взрослыми в его метафоре оказываются США, оставившие попытки влиять на весь мир, если их место никто не займет Сталкиваться с вызовами планетарных масштабов будет все сложнее Историк уверен, что с пандемией и мировым кризисом можно справиться лишь в том случае, если все страны будут сотрудничать В первую очередь речь идет об обмене информацией Врач в Милане может утром узнать нечто, что уже вечером спасет жизнь в Тегеране Правительство Британии может сделать верный выбор, пообщившись с корейцами, которые уже столкнулись с похожей проблемой Соглашение о разрешении поездок ученых, врачей, журналистов стоит закрепить сразу на глобальном уровне Впрочем, тут израильский историк сталкивается с группой скептиков, которые убеждены, что глобализация утопия, надежда на которую погибла Больше всего сторонников такой точки зрения собралось в статье журнала Foreign Policy Политолог Стивен Уолт, например, считает, что пандемия укрепит суверенитет государств и усилит национализм Все государства как демократические, так и тоталитарные, принимают ряд чрезвычайных мер для преодоления кризиса и защиты населения Большинство из них не захотят отказываться от приобретенных в период кризиса полномочий, когда угроза отступит По его мнению, COVID-19 также ускорит смещение центра влияния Запада на Восток Южная Корея и Сингапур отреагировали на надвигающуюся угрозу лучше всех в мире, а Китай эффективно исправил свои ошибки и вышел победителем Реакция Европы и Америки на этом фоне была медленной и несистемной, что добавляет разочарования в западной модели общества Не верит Уолт и в то, что общий враг объединит человечество, напоминая, что эпидемия Испанки 1918-1919 годов не положила конец соперничеству великих держав Пассажир в пустом аэропорту Токио фото? Калкорт, Гетти Эмиджез Деньги всем Специалист по неравенству доходов и глобализации Бранко Миланович считает, что глобальная экономика неминуемо распадается Но итог распада будет зависеть от того, смогут ли правительства взять ситуацию под контроль в течение следующих шести месяцев или года Если у них все получится, то мир, скорее всего, вернется на путь глобализации, даже если некоторые ее принципы придется пересмотреть Если же кризис продлится дольше, глобализация может уйти в прошлое безвозвратно Чем дольше длится кризис, и чем дольше существуют препятствия для свободного перемещения людей, товаров и капитала, тем более нормальным будет казаться отказ от глобализации Бранко Миланович Конец глобального мира может привести к тектоническим сдвигам в производстве и устройстве домохозяйств Экономист Дамби Самой считает, что пандемия коронавируса побудет корпорации к тому, чтобы сравнить выгоды глобализованной системы производства с надежностью цепочки поставок на национальном уровне Переход на второй вариант уменьшит зависимость от международных сношений Это гарантированно обеспечит граждан работой и необходимыми товарами, хотя они, скорее всего, подорожают Директор Королевского института международных отношений Робин Неблет добавляет, что коронавирус может стать соломинкой, которая переломит спину верблюду глобализации Медицинская лаборатория в США, где проводят тест на коронавирус-фото Новые патриоты журнал Также опросил видных футурологов о мире после коронавируса Профессор Джорджтоунского университета Дебора Танин считает, что влияние пандемии непременно останется в памяти каждого, кто переживет этот год По ее мнению, людям понадобится разное время на осмысление Так, пандемия на долгие годы может отучить нас от рукопожатия или прикосновений к лицам Общество заполучило своеобразное обсессивно-компульсивное расстройство ОУКР Теперь все постоянно моют руки Частые личные встречи переместятся в онлайн Живое общение перестанет казаться столь необходимым Раньше нужна была причина для переноса дел в онлайн Теперь нужно объяснять, зачем встречаться лично Жизнь в бедных уголках мира без широкополосного интернета станет еще хуже Так как уменьшит доступ ки без того скромным возможностям Развитие онлайн-общения создаст больше социальных связей Неизбежно увеличится социальная дистанция между людьми, но вместе с ней вырастет и безопасность По мнению политолога Марка Лоренса Шрада, пандемия окончательно отредактирует такое понятие, как патриотизм Из него уйдет традиционный милитаризм, ведь война никак не поможет справиться с вирусом Главными патриотами и защитниками сейчас стали не люди в погонах, а врачи, медсостры, провизоры, работники магазинов, владельцы малого бизнеса Многие из них сталкиваются с непредвиденным риском заражения и смерти, на которые они никогда не подписывались, но идут на это, потому что не могут иначе Эксперты сходятся в одном Выйдя из-под карантинных мер, люди окажутся в новом, непривычном мире Новый вирус уже унес более 13 тысяч жизней Он также разрушил иллюзию устойчивости глобального мира, который казался таким прочным В считанные дни остановилось свободное перемещение людей, товаров и капитала по всему миру Президенты говорят о военной ситуации, а жители в панике сметают месячные запасы продовольствия Мир остановился Вирус прервал мнимое благополучие Глобализация, которую уже, казалось, невозможно обратить вспять Остановилась сама собой из-за угрозы распространения заразы Все планы общества потребления оказались ничтожными По сравнению с новыми целями этого полувоенного времени И защиты своей страны, города, семьи Пандемия подтвердила, что даже в 21 веке главной ценностью остается безопасность И ради нее человечество без раздомия готово пожертвовать привычными благами цивилизации Владимир Кулагин